А причина у радости, она очень интересная. Причина у радости, это когда ты видишь короткий путь к своим ценностям. Радость возникает у тебя даже не только, когда что-то неожиданное произошло, а когда ты предвкушаешь, когда ты знаешь, что что-то хорошее должно произойти. Когда тебе приходит в голову хорошая идея, ты радуешься, такой, вау, оно же. И радость нужна нам для того, чтобы нам, извините за тавтологию, радостно кинуться к нашим целям. Радость всегда активна. Радость всегда активна. Радость всегда позитивна. Радость всегда интенсивна. В этом ее отличие от счастья. От счастья, от спокойствия. Радость – это тусовка и движение. Если вы хотите дестабилизировать работу офиса, в пятницу в обед принесите торт, после чего офис будет убит. Вторая половина дня пятницы будет убита в хлам, потому что люди будут радоваться. У них уже начался праздник. Они будут ходить друг к другу в гости, они будут встречаться в курилке, но за работу они не примутся. Внимание, в радости работать нельзя. Радостный человек, он способен вот к этому. Знаете, как это? Вот там есть спринтеры, есть стайры, да? Вот быстрый забег – это радость. Вот ты увидел – побежал. И именно поэтому радость нужна для чего? Ребята, для знакомств. Для секса, согласен. То есть, для чего-то очень быстрого, очень быстрого и такого драйвового. Понятное дело, что если человек часто испытывает радость, она становится привычкой. Как сказал Леша Смолкин на Кипре, помните, Егор? Не надо путать привычку и мастерство. То есть, есть просто радостные люди, которые просто, вы знаете, как это, ходят в каске и постоянно улыбаются. То есть, люди, которые просто вот, зажигалки, они не могут не зажигать. Если человек часто испытывает радость, он становится джигурдой. То есть, таким активным, таким веселым, таким зажигательным. То есть, это просто даже не зажигательный, это баллон с газом ходячий. Вот. То есть, имейте в виду, что радость, она нужна, и вы уже поняли для чего. Функции. Коммуникация, общение, отдых, креатив. Почему креатив? Легко объясню. Эксперименты, которые поставили над группами людей, британские ученые, да. Вот, шучу. Значит, эксперимент какой? Одной группе показали мелодраму, слезливую, печальную. Второй группе показали комедию. Потом, группам, вот этим, дали одинаковое задание. Задание было идиотское. Но вместе с тем, значит, зацените, у тебя есть коробочка, кнопка и свечка. Придумай максимальное количество способ использования. Откровенно говоря, когда я сел решать эту задачу, я дошел до десяти и сломался. Группа, которая посмотрела комедию, придумала больше ста способов использования этих трех предметов. Группа, которая посмотрела мелодраму, придумала два способа и заплакала. То есть, сечете, да? То есть, вот когда мы смотрим что-нибудь такое печальное, у нас шутки шутками, мы становимся... Ничего нового не сказал Чикчурин, да? Мы становимся печальными, это правда. Теперь внимание, что вы слушаете, какую музыку у вас в голове играет постоянно. Я же про это. Потому что, глядя на ваши лица, я уже начинаю догадываться, какую музыку вы слушаете. Так вот, ребята, понимаете? Если у тебя в плейлисте... А что у тебя в плейлисте может быть? Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руке бикини. Вот если у вас это, у вас будет совершенно определенный настрой, понимаете? Вы в состоянии будете решать одни задачи и не в состоянии будете решать другие.